Плотность волос. Очень важный параметр, на который нужно обратить внимание. Плотность волос бывает разная. Первое. Очень редкая 50%. Это для тех, у кого волосы по бокам и сзади также редкие. Чаще такая редкая плотность подходит пожилым людям от 55 лет или людям с редкой, в общем-то, донорской частью, чтобы это все выглядело натурально. Редкая 80%. Очень легкая. Будет видна кожа головы, что придаст, в общем-то, натуральную естественность. Особенно подойдет для мужчин в возрасте где-то от 35 до 55 лет. Также есть система волос. Средние редкости. Это от 80 до 100%. Достаточно естественный вид. Это чаще всего европейцы в возрасте где-то от 30 до 45 лет. Средняя плотность. Это 100-120%. Такая более молодежная густота. В Европе это, наверное, возраст 20-35 лет. У нас скорее 20-26. То есть вот прямо на мне сейчас плотность волос где-то 120-110-120. То есть можете оценить, какая плотность. То есть ее можно на самом деле пригладить, она будет менее плотная. Можно, в общем-то, обоздушить и придать такую, скажем так, более молодую, что ли, не знаю, прическу. Поэтому, как мне кажется, 100-120 это более оптимальный вариант для многих из вас. Есть системы очень густые. Это 150-160. Чаще такой густотой обладают метисы. Для европейского лица может выглядеть не очень естественно. И бывают даже еще гуще. Это густота 180 и более. То есть это очень густые волосы, которые я, наверное, не очень вам порекомендую. Но вы смотрите сами. В зависимости от вас, от вашего стиля, от ваших причесок, которые вы хотите получить. В то же время вы должны понимать, что оно должно мачиться и быть, скажем так, комплементарно с теми волосами, которые у вас находятся вот здесь. При условии, когда вы их, например, отрастите, чтобы это выглядело натурально. Если же нет, это может выглядеть немножко не по-настоящему. Но опять-таки, если вас это устраивает, почему бы и нет. А мы двигаемся дальше к следующему видео.